И все привет ребят, с вами Starbuck, я сейчас записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике. Сегодня вместе с вами мы продолжаем тестировать устройство с нового ивента, которое можно будет забрать. И по многочисленным просьбам я спрашивал у вас в предыдущем видеоролике, какой обзор в следующем сделать. И многие очень сильно просили, чтобы я прообозревал молот с бландербасиком, сказав, что крайне мало обзоров есть с этим устройством. Ну и сегодня мы этот молот протестируем. Если вы ждали подобного рода видеоролик, то обязательно не забывайте поддерживать данное видео с лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и конечно же не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч танкоинов. Для этого у нас только игровой аккаунты, кстати, мы личные так-так-темп, дальше оформляйте покупку в магазине. Ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Что же касаемо нашего молота с бландербасом, то сегодня мы под него возьмем, наверное, корпус, да? Корпус, с которым есть возможность реализации овердрайва. Это викинг. Ну и попробуем вот разыграть вот такую вот интересную комбинку. Возьму я, наверное, под это все дело гипериона. Ну и посмотрим, что же у нас получится в рамках матчмейкинга. Можно, конечно, брать и какие-то другие корпуса. Можно брать, например, условно, какой-нибудь Крусейдер с этим молотом. Ну и посмотрим вообще, насколько большое количество урона сейчас с бландербаса залетает. По идее, должен быть очень хороший Крит, да? И раз... Ну такая, знаете, темка, когда разбросик у вас очень вкусненький становится на молоте. И за счет этого разброса у вас еще есть возможность по нескольким сразу танкам с Крита нанести большое количество урона. Но посмотрим, как это работает на сегодняшний момент времени. Полторушка с первого выстрела залетает. 1300 с одного выстрела, да? То есть тут, как бы, перезарядка не скажет, что супердолгая. Но у вас только один выстрел в обойме, да? Ну и дистанция, к слову, не такая уж и большая у нынешнего бландербаса. Я все-таки думал, что дистанция будет чуточку-чуточку больше. Но, исходя из первых выстрелов, я понял, что тут дистанция-то тоже не такая уж и большая. Но, если даже со средней дистанции у вас проходит критический выстрел, то вы при любом раскладе все равно ваншотаете оппонента. Поэтому здесь у вас есть возможность даже со средней дистанции противника сливать одним выстрелом. 2600 залетает с одной тычки. 2600 залетает. Ну и здесь вот 90 урона может тоже такой урончик залетать, если вы даете неприцельный выстрел по оппоненту. Но вот с крита, например, даже с такой средней дистанции залетает максималочка. Да, про это тоже не надо забывать, потому что критов у бландербаса на сегодняшний момент времени, как и раньше, довольно большое количество. Давайте попробуем еще взять бустера сверху, посмотреть, что будет с бустером, посмотреть, насколько большой урон будет с ним. Вчера вот я тоже бустера брал, и меня, если честно, он очень даже неплохо порадовал. Поэтому, может быть, и сегодня нас этот бустер порадует, и посмотрим, что у нас там по урону будет вылетать с ним. Так, здесь по оппоненту есть возможность наноски урона, но немножечко... А, ну вот, с крита максималочка проходит. 1300 с крита залетает по оппоненту, ну и криты у меня практически на постоянной основе вылетают. Так, что мы можем взять здесь по резу? Рельса, шафт, рельса, шафт, молот. Давайте вот такой вот резистик возьмем. От шафта у меня есть. Возьмем рез от рельсы. Рельса что-то как-то очень плотно дамажит. И там есть молот на дальность. Возьмем от молота на дальность тоже. Надеюсь, супербыстро эта катка не завершится. У нас будет возможность еще более долгой реализации. Но сразу могу сказать, что это молот игры от ближней дистанции. Да, то есть здесь с большой дистанции ты, ну, крайне-крайне сложно будешь реализовывать такой молот. Поэтому твоя задача всегда постараться сближаться с оппонентом. Ну и уже от маленькой средней дистанции наносить большое количество урона. Конечно, есть возможность наноса критов. Да, потому что криты здесь тоже довольно-таки часто и довольно часто залетают тычки. Но эти тычки без ваншота. То есть если в свое время Блондербас мог с кризисом ваншотать оппонента, то сейчас вы видите, что этих ваншотов нету от слова совсем. Да, то есть у вас нет возможности ваншота противника. Соответственно, без этих ваншотов уже урончик становится, ну, не такой-не такой жесткий. Да, то есть все-таки с ваншотом оппонентов у тебя больше возможности реализации. Но, если у вас, например, у противника есть резист, да, но при этом у него нет броненосца, то, к слову, этот молот тоже будет очень хороший урон наносить, только если нет броника. Если есть броник, то, соответственно, ничего хорошего в этом деле не выйдет. Это плюс-минус как рельса, как рельса с рулеткой, да, с дестабилизацией. То есть там тоже, если у противника есть резист, но нет броненосца, то у вас тоже есть возможность наноса очень большого количества урончика. Так, ну и у меня появляется, к слову, уже первый Оуди, который мы вжимаем сразу, причем вжимаем. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй, страшно! Только я сам себя еще как-то слил. Ну, блин, вот под овердрайвом-то, походу, дело интересик есть. Под овердрайвом там с крита уже выстрелы залетают прям очень хорошие. Да, урончик начинает прям максимально приятный залетать. Но, видите, овердрайв тоже. На Викинге, чтобы был овердрайв у вас почаще, нужно использовать драйвера. Драйвера у меня на своем основном аккаунте нету. То есть, если бы у меня был бы здесь еще драйвер, то было бы тоже превосходно, было бы очень круто. Но драйвера у меня нет, к сожалению, глубочайшему. Да, поэтому здесь я могу только лишь копить овердрайв на протяжении трех, наверное, минут. Да, копится сейчас где-то плюс-минус овердрайв на Викинге. Ну, на таких вот комбинациях. Это крайне-крайне долго. Все-таки, если был бы у меня драйвер, то там уже полторы-две минутки. Быстрый оуди на реализацию, на контентик. И пошла, как говорится, движуха. Так, семь с половиной минут у нас до конца боя. Попробуем сейчас выпушить оппонента. Непонятный тиммейт у нас. То едет, то не едет, то мешает, то не понимает, что он делает. Опа, вот две шестьсотки залетают. Даже по резисту две шестьсот залетают у нас с, получается, обычного критического выстрела. Потому что у противника что? Правильно, потому что у противника нет резиста от... Ой, вернее, резиста нету. Нет броненосца. Нет реза открыта. Да, у него есть обычный резист, но нет резиста от критического урона. И, соответственно, у меня уже появляется возможность хорошей наносочки. Вот так вот можно тоже по двоим оппонентам давать урончик. Немножко я только не попал. Но вообще, в принципе, это должно работать. Должно работать хорошо. Но две шестьсот. Две шестьсот залетает с крита по бездашному танку. Хороший урон? Считаю, что очень неплохой урон. Особенно по резисту, когда ты две шестьсот можешь дать. Это выглядит неплохо. Но все познается, конечно, еще в сравнении. Нужно еще понимать, что есть на молот сейчас и другие сильные устройства. По типу, например, молота на дальность, который может работать максимально эффективно. И все-таки, когда ты уже знаешь, что есть молот на дальность, такой вот, например, молот реализовать становится значительно-значительно тяжелее. Так, вот здесь хотел такой интересненький урончик накинуть. Но, к сожалению, крит не залетел у меня. Так, 13 киллов. И остается у нас чуть меньше половины боя. Да? Наша задача постараться реализовать хорошо овердрайв. Да, то есть, с хорошей реализацией овердрайва есть возможность заработать дополнительно неплохое количество киллов. Так, ну и здесь ужимается в мини-овердрайв. Противника команда, в принципе, довольно-таки-то неплохая, если честно. Но у нас тиммейты тоже вроде как боль-моль. Хотя у нас левая. Что там? Заходит, выходит тиммейтики. Немножечко плохо в этом плане. Когда тиммейты заходят и выходят. Так, громчик там по мне начинает урончика тоже не кислого накидывать. Ну, а резиста у меня уже нету. Ни от грома, ни от рикошета. Здесь, ребята, пушки поменяли. А резов-то у меня уже нету. Нету возможности уже поменяться. Так, попробуем заехать к респаунчикам. Попробуем здесь как-то сзади раскрутиться. Но меня тоже быстро сливают. Пока что у противника полный контроль вверх. На карты. И там все в минах. У меня нет возможности, по сути, заехать туда. Да, чтобы что-то противопоставить. Да, у нас улетают уже все точки. С 1300 залетает по оппоненту. Ну, вот единственное, только вот, например, в такой полупозиции у меня есть возможность попытки какого-то наносу урона. Но, по сути, у нас ситуация крайне плохо складывается в рамках этого боя. Так как противник занимает верх плюс мины. И у меня нет возможности контроля этих позиций. А мне на молоте с блондербасом все-таки нужно стараться сближаться с оппонентом. Так как на большой дистанции у меня уже не будет возможности реализации этого устройства. 4.30 до конца. Овердрайв, к слову, у меня появляется. Попробовать можно вот здесь с правой зоны, наверное, его реализовать. Вижу, там 3-4 оппонента есть. Но там сжимается уже наш тиммейт. Здесь 500 урона всего лишь у меня залетает без крита. Так, ну и, кстати, сейчас наш тиммейт зареспил оппонента в большом количестве. Можно попробовать подловить их как раз на респе. Это что у нас, Хантер? Или что это? А, это вас. Тогда прожимаемся. Просто если бы это был бы Хантер, то опасно было бы жать. Но вот здесь вот с овердрайвом, да, вот с овердрайвом под критами, когда у тебя начинает вот эта вот молотиночка раскручиваться настолько быстро, то это работает прям приятно. Да, то есть под овердрайвом этот викингомолот может давать суперплотного контента за счет большого количества урона. То есть там практически по 3000 уже урон начинает залетать с крита. И учитывая тот факт, что у тебя уже открывается возможность средней дистанции за счет быстрого наносу урона, да, и со средней дистанции ты с крита уже начинаешь ваншотать оппонента, то реализация овердрайва становится прям суперкрутой. Да, но другой вопрос, да, как я уже сказал. У тебя-то на этом викинге овердрайвов не будет большого количества, да, то есть у тебя будет закатку, ну, 3 овердрайва, к примеру, да, вот у меня 2 уже было, и за эти 3 минутки, наверное, у меня накопится еще один овердрайв. Но этого мало, да, то есть если у тебя есть драйвер, по драйверам, да, можно реализацию сделать, можно подраздать какого-то плотного контента, и у тебя уже будет там 4-5 оверок, да, без драйвера, но, к сожалению, такого большого количества дополнительных возможностей ты уже не имеешь. Так, ну и нас что-то как-то нагибают жестко, я смотрю. Что-то у нас все точки улетают. Бесшансово улетают точки, и вот молот, ой, молот гром какой-то интересный еще. У оппонента я вообще не знаю, что это за молот. Что-то как-то урончиков наносит. О, прям как-то очень многовато. Прям как-то очень многовато этот громчик наносит урона. Что-то прям у меня кабина улетает без реза, только в путь. 20 киллов по итогу практического полного боя, но это маленькое количество, очевидно. Очевидно, что это очень маленькое количество киллов. Здесь, как говорится, даже никто спорить не будет. С этим делом, так, 800, 2600 без крита. 2600 без крита по бездашному танку и еще 2000 сверху. Ну, то есть, ловить легкие танки, ловить танки без брони, это, наверное, вот возможность, которая есть у вас с этим устройством. Да, есть возможность, ну, какой-то неплохой накидочки дополнительной. Все остальное в целом работает плохо, да. Учитывая тот факт, что ты можешь наносить урон по противнику только с ближней дистанции. Ну, средней, ладно, еще со средней можешь наносить. Но все равно это не так круто, да. И реализация у тебя вот под викингом овердрайвом только становится крайне-крайне хорошей. То есть, по сути, на сегодняшний момент времени есть значительно лучшее устройство на молот. Например, молот с дальностью, который вот охотничий дуплет. Мне кажется, что его реализовать, во-первых, намного проще. То, что ты можешь его реализовать и на маленькой дистанции, и на большой дистанции. Плюс под овердрайвом у него также будет возможность с большой дистанции уносить оппонента. И тебе не надо подстраиваться под какую-то дистанцию, сближаться, да. То есть, а если ты еще будешь против играть против Тейсел, против там Фризов, Жиг, да. Который и так на ближней дистанции тебя уносит в салатик. То, по сути, лучше варианта, как реализовать молота с дальностью и нету, да. То есть, если брать выборку Блондербаса с этого ивента, либо брать выборку молота на дальность, то я бы 100% брал бы молот на дальность. Потому что вы видите, что все-таки этот молот реализовать крайне-крайне сложно. Особенно против пушек, которые стоят у себя на респе и просто вам через всю карту накидывают большое количество урона. Пишите, что вы думаете по поводу Блондербаса, как вам он. Пишите обязательно также в комментариях устройства, которые протестировать следующим. Стараюсь именно читать ваши комментарии и уже от этого отталкиваться по обзору следующих устройств. Поддержите видос лайком, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok